МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы начинаем эту программу 7 дней не из студии и понятно почему. Большой футбол, великолепный спортивный праздник пришел в нашу страну в Казани еще в 10 городов организаторов чемпионата мира. В день проведения матча в Казани погода просто замечательная. Атмосфера праздника завораживает, вдохновляет, заряжает положительными эмоциями и хочется подольше в ней оставаться. Тем более, что и сборная России в матче открытия чемпионата мира подарила нам феерическую победу над командой из Саудовской Аравии 5-0. Тем самым окрылило многих болельщиков. Эстафету у Москвы принимают Казань и другие города-организаторы чемпионата мира. И сегодня мы расскажем, каково это оказаться в гуще спортивных событий мирового масштаба. Мы начинаем. Смотрите сегодня в этом выпуске. Действительно видно, что работа проделана огромная. Мировой футбол. Яркие моменты большого праздника. Территория очень неухоженная, окна заколоченные. Благотворитель Асгад Галимзянов. Ему при жизни поставили памятник. Но что стало с его домом? Эксклюзивные подробности. За этот месяц и преступления меньше, и аварии меньше. Это дает свои результаты. Великий праздник для всех мусульман. Как отметили у Роза Байрам в татарских селах. Последние несколько недель мы жили в ожидании футбольного чуда. В предвкушении великолепного спортивного праздника. И праздник пришел. Прилетел, прикатился эдаким ярким, разноцветным футбольным мячом в прекрасную Россию. Страна живет футболом, дышит им и наслаждается этой атмосферой. И пока все складывается для нас как нельзя лучшее. Красочное шоу на открытии чемпионата, на котором наша блистательная Аида Гарифулина, можно сказать, затмила самого Робби Уильямса. И просто сказочное продолжение. Россия-Саудовская Аравия 5-0. Матч открытия подарил массу незабываемых эмоций. Вдохновил болельщиков, наполнил их сердца гордостью за Россию. Все бы хорошо, но тут понеслись такие дифирамбы в адрес наших футболистов и тренера Черчесова, что, честно говоря, стало несколько неловко и даже боязно за ребят. Еще недавно их поносили почем зря, и вдруг команда за одну игру с, прямо скажем, не самым сильным соперником из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя. Наверное, пока рано делать какие-то серьезные выводы. Впереди много сложных игр. Надеюсь, и сами футболисты сборной России это хорошо понимают. Чемпионат мира в Казани стартовал с матча группового этапа Франция-Австралия. Хотя справедливости ради стоит отметить, что всю эту неделю город жил футболом. Его улицы заполонили туристы и болельщики из разных стран. Последние штрихи к праздничному портрету Казани были сделаны. На берегу Казанки, возле центра Казан, официально с участием президента Татарстана Рустама Миниханова, был открыт фестиваль болельщиков ФИФА. У озера Кабан появилась обновленная набережная. А в старо-татарской слободе открыли новый ресторанный комплекс национальной кухни. Сергей Темляков на этой неделе окунулся в неповторимую атмосферу около футбольной Казани. Мы любим Казань! Перед походом на матч обязательно нужно подготовиться. Лучший способ – турнир кричалок. Я не азартный человек, спортивных ставок не делаю. Но если интересно, мое мнение, кто выйдет из группы – это точно Бельгия, Германия, Бразилия, Испания. Что же касается сборной Австралии, конечно же, я за нее очень болею. Надеюсь, у сборной все получится. Здесь, в одном из самых гостеприимных хостелов в нескольких километрах от Казани-арены, живут вместе болельщики из Австралии и Франции. Я буду кричать с трибуны «Вперед, синие!» Буду также петь Марсельезу. Я считаю, что у Франции на этом чемпионате есть все шансы выиграть кубок. А прогноз на этот матч… Климент Томазевский – самый известный болельщик во Франции. Мануальный терапевт с 1984 года не пропустил ни один из 250 матчей сборной. В Казани впервые. Обычно на игры ездит с петухом Бальтазаром. В этот раз один. Говорит, решил дать птице отдохнуть от перелетов. Дидье Дишам – тренер сборной Франции, мой хороший друг. Мы живем с ним по соседству, наши дома стоят рядом. Видимо, так было судьбе угодно, что я стал знаменитым болельщиком, а он тренером. За чашкой чая я часто обсуждаю с ним игры. В хостеле замечают, между французскими и австралийскими болельщиками есть одна общая деталь. Они настолько неизбалованы вниманием, что обычно наше русское гостеприимство и внимание воспринимают как нечто особенное. И на самом деле они восторгаются, и уже сейчас наши девочки получают от них комплименты в виде подарочков. Улицы и набережные Казани на этой неделе превратились в одну большую площадку для дружеского общения. На улице Баума, например, как правильно танцевать казанцам показывают болельщики из Испании. Сегодня, по-моему, посмотрим, что новости, что подготовили Российской Федерации на это мероприятие вообще очень прекрасно. Иностранную речь услышать на улицах Казани сегодня можно чаще, чем русскую и татарскую. Чтобы болельщикам было не скучно до и после матчей, в столице Татарстана продумали все до мелочей. К примеру, здесь у стен Казанского Кремля можно сфотографироваться символической сборной мира. Помочь сориентироваться и подобрать себе занятия по вкусу помогут волонтеры. Получить информацию болельщикам предлагают в информационных шатрах. В Казани много необычных вещей. Это и наша архитектура, наша кухня, развлечения. Даже сзади вы видите всякие велорикши, прогулка на каретах, купание в Голубом озере, средневековые бои на Свияжске. Все что угодно. Здорово! Вообще все здорово! Просто классно! Из новшеств этой недели в Старо-Татарской Слободе завершена реконструкция 205-го квартала. Открыт театр национальной кухни. Отметить победу и просто весело провести время теперь можно еще на одной городской набережной озера Кабан. Запущены новый вид транспорта для болельщиков. Добраться от чаши до стадиона можно бесплатно на беспилотном электробусе. Первый в Казань приехала сборная Австралии. Уже в понедельник она провела открытую тренировку на стадионе трудовые резервы. В четверг на Свияге можно было увидеть разминку сборной Колумбии, а на базе Рубина сборной Японии. Эти команды будут базироваться в Казани. С точки зрения инфраструктуры, урбании, Казань готова. В четверг в IT-парке министр спорта Владимир Леонов открыл работу городского пресс-центра. Пресс-центр – это информационное сердце Мундиале. Сюда стекается самая свежая оперативная информация. Всех журналистов интересовал самый насущный вопрос – можно ли еще достать билеты на матчи? Мы ждем шесть аншлагов на Казани-арене. По-моему, практически под 100% сегодня сформирован билетный пул. Билетов практически нет. В четверг на площадке центра семьи Казан состоялось торжественное открытие фестиваля болельщиков. Специально к этому событию испекли четырехтонный чак-чак. Достижения казанских кулинаров, кстати, зафиксировали в Книге рекордов России. Президент Татарстана Рустам Мениханов лично разрезал лакомство и угостил болельщиков. Я хотел бы пожелать нам красивого футбола, пожелать вам хорошего проведения времени, чтобы Казань вам понравилась и чтобы вы еще раз сюда вернулись. На площадке созданы все условия для болельщиков. Здесь и большой футкорт, где можно перекусить, есть игровая зона, где можно поиграть в футбол. На большом экране в течение месяца покажут все 64 матча. Все очень супер, организация, безопасность, все на высшем уровне. Мы полюбили Казань, мы были здесь в прошлом году, а тут такой повод еще раз приехать к вам в гости. Мы приехали из Австралии на игру, которая пройдет в субботу. Нам нравится русское пиво. Для казанцев фан-фестиваль – это новая необычная площадка для свиданий. Руслан с Аделиной переписывались полгода. И вот он решился, пригласил встретиться. Эта атмосфера очень заряжает энергией, сближает, и ты получаешь самые такие яркие эмоции, и очень круто. На часах почти шесть вечера. Болельщики занимают места в первых рядах у экрана. Кто-то даже прихватил поп-корн. Начинается трансляция матч-открытие. Сборная России играет Саудовской Аравией. Лучше, чем дома, атмосфера круче. Это более приближенная к атмосфере на стадионе. Тот, кто решил не ходить на фан-фест, болеет в барах. Здесь тоже аншлаг. Самый популярный напиток – пиво. А закуска? Футбол-бургер, белая булка, горючка от лета, сыр чеддер, свежие овощи, соус, пивное варенье. Выиграли билеты, оплатили их и приехали к вам. Андрей из Москвы на матч собирается в субботу. А пока вместе со всеми радуется победе сборной России. Вы знаете, если честно, я просто удивляю счет. Я ожидал намного худшего. И сейчас я не знаю, что с ребятами случилось. Я очень рад, что они показывают такой футбол. Это здорово. Мне нравится смотреть, как выигрывает сборная России. Это чудесный футбол. А я болею здесь, в пабе, в самом красивом городе – в Казани. Разве это не прекрасно? Управляющий баром Алексей Якимов отмечает, в связи с чемпионатом изменен график работы. Для удобства болельщиков теперь открываемся с 10 утра. У нас будет очень жарко, весело и, ну, круто. А-а-а! Как она! Самое главное событие в Казани состоялось в субботу. Пока одни болельщики с 10 часов утра спешили занять свои места на стадионе, другие наблюдали за ними с балкона. В зоне последней мили гостей встречали волонтеры и аниматоры. Очень красиво, очень чисто, очень все подготовлено, здорово. То есть, действительно видно, что работа проделана огромная. Казань – очень хороший город. Я уже успел полюбить его. Я первый раз здесь. Я люблю Казань. Встречный город. Совершенно здорово. Мы были на стадионе, это было незабываемо. Я все отдал себя. Не пожалели, что попали сюда, не пожалели, что приехали. Первая страница в истории чемпионата мира в Казани написана. Впереди нас ждут еще три недели большого футбола. А значит, много новых, незабываемых эмоций. Сергей Темляков, Андрей Мохов. Семь дней. Конечно, мировой футбол сегодня главный ньюсмейкер в России. Чемпионат мира дает много поводов и тем для репортажей. Но палитра событий настолько богата и широка сейчас, что даже таким глобальным мероприятием, как Мундиаль, мы ограничиваться не можем. Тем более, что в Москве сейчас идет активная работа по обсуждению законопроекта, который в прессе обычно называют законопроектом о родных языках. Напомню, что Государственная Дума рассмотрит его в первом чтении уже 19 июня. Этот законопроект вызвал неоднозначную реакцию в национальных республиках и особенно в Татарстане. В парламенте республики состоялось обсуждение острых моментов этого законопроекта, по результатам которого депутаты Госсовета Татарстана подготовили соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Своё мнение по этому вопросу также высказали деятели культуры, науки, образования, общественные активисты, депутаты региональных парламентов Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Чувашии и Якутии. Позже уже прошло совещание в администрации президента России, в котором приняли участие представители Департамента по национальной политике, Единой России, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава Рособорнадзора Сергей Кравцов, депутаты Госдумы от Татарстана Александр Сидякин и Ильдар Гельмудинов, а также представители Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Затем уже была создана специальная рабочая группа по работе над проектом закона, которую возглавил руководитель Думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Что известно на данный момент? Позицию Татарстана и других национальных республик в Москве услышали, и она будет учтена при подготовке закона проекта. Эту тему взял на контроль первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Сергей Владиленовича в Татарстане многие знают еще и по его работе в качестве полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. И тогда он многим запомнился как руководитель, который очень тонко чувствует и хорошо разбирается в национальных вопросах. Теперь у нас есть не просто надежда, а даже уверенность, что взаимоприемлемое, мудрое решение здесь будет найдено. Сегодня гость студии программы «Семь дней» председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гельмудинов. Здравствуйте, Ильдар Ирикович. Здравствуйте. Я знаю, вы только что вернулись из Москвы, где участвовали в обсуждении законопроекта, как мы его здесь называем в Татарстане, законопроект о языках. Свою позицию о том, что законопроект, тот, который внесен, требует существенной доработки и в том виде, в каком он сегодня присутствует, он приниматься не должен. Это все прекрасно понимают. Вы знаете, что была сформирована рабочая группа уже, еще, скажем так, до рассмотрения комитетом, и мы в составе и с участием администрации президента, кстати, эта тема на контроле у руководителя администрации президента, у Кириенко Сергея Владимировича, который, скажем так, внимательно отслеживает все эти процессы работы рабочей группы, за что я считаю, огромное спасибо, потому что есть понимание, что нужно все это дело в нормальный русло направить. Когда мы говорим обязательность и добровольность, у всех вот разное понимание этих терминов. Вот я хотел бы внести, пояснить, о чем речь идет. Когда говорим обязательность, все боятся, что опять будут в обязательном порядке всех обязать, доставлять, изучать там татарский язык, применители к республике Татарстан. Не об этом речь. Когда мы говорим, остается в обязательной части, говорим о том, что он будет присутствовать, как другие предметы, алгебра, физика, химия, вот в основной части образовательной программы, на которой выделяются часы, на которой выделяются учебники, на которой готовятся преподаватели и так далее, и так далее. Вот что означает обязательность. Когда мы говорим добровольность, это не значит, как некоторые понимают, что, значит, можешь изучать, не хочешь изучать, не об этом речь. Когда мы говорим добровольность, как раз о том, что родители и учащиеся, вот этот предмет, родной язык, который находится в обязательной части, могут выбрать изучение своего родного языка, русского языка, татарского языка и так далее. Исходя из этого, комитет рекомендует рассмотреть в первом чтении внесенный законопроект, его принять, но одновременно проект постановления Государственной Думы. Эта норма очень редко применяется, и она применеется тогда, когда есть вот такие серьезные разногласия к содержанию тексту законопроекта. И в этом постановлении прямо написано, на выходе законопроекта в каком виде он будет и какие комитеты по образованию, какие поправки должен принять. Все это в постановлении указано. Вот это постановление очень важный элемент принимаемого законопроекта, чтобы наши граждане не подумали, что мы собираемся дальше принимать тот законопроект, который внесен. Еще раз говорю. В первоначальном виде который? Да. Мы его принимаем в первом чтении только из-за того, что у нас технические возможности, другой, чтобы решить этот вопрос весенней сессии, просто нет. А в постановлении Государственной Думы там уже указывается то, что будут внесены какие-то изменения, которые учтут в том числе позицию национальных республик и республики Татарстан. Да. Ну там не написано, что позиция республик Татарстан, но там написано формулировки законопроекта, который будет на выходе. У нас еще будет 30 дней как раз отшлифовать дошлифовать. Нас слышат и, еще раз говорю, как некоторые говорят, что никто нас не признает, что нету... Не услышали... Не услышали Татарстан. Нет такого. Надо просто нам не останавливаться дальше только над работой законопроекта. Вот мы его, я надеюсь, где-то 20-21 июля уже примем окончательно. Но дальше нужно работать с Министерством просвещения, потому что за ними очень важная позиция, связанная с разработкой Федерального государства стандартов. И они еще, кстати, к второму чтению, мы в проекте постановление записали, должны нам предоставить всю информацию, какие нормативные права и документы они должны принять в исполнении принимаемого нами законопроекта. Потому что обеспечение изучения родных государств языков, это через федеральные стандарты, и формируемые на основе их примерной образовательной программы. Это очень важное направление. Можно все, что угодно там написать. Можно любое количество часов или отсутствие этих часов. То есть это все уже предмет дальнейшей совместной работы, в том числе и наших специалистов. Спасибо вам большое за это интервью. Надеемся еще увидеть вас в этой студии, чтобы поговорить на насущные темы не только для татар, а для всех жителей Республики и России. Рахмад Бигзур. Бигзур Рахмад. А мы продолжаем программу «Семь дней». Как же хорошо знать не один, а несколько языков. Чувствуешь себя полноценным, духовно богатым жителем великой страны. Сейчас это в Казани особенно явно ощущаешь, когда наш город буквально наводнили туристы из разных регионов России и стран мира. Повсюду звучит и английская, и французская, и испанская речь. Жаль, не всегда можно понять дословно, но ясно, что гости восхищены столицей республики. Всех их можно встретить сейчас возле самых знаковых точек города, которые им, несомненно, знакомы были еще до поездки в Россию. Все мы делаем это, определяем заранее нужные нам виды, а затем рыскаем в чужом городе в поисках этих самых мест. В Казани таких мест немало, номер один из них, несомненно, Кремль. А из наиболее известных, разыскиваемых туристами памятников, популярен тот, что как раз возле Кремля. Здесь всегда многолюдно, в любое время дня и ночи, потому что это очень татарский памятник, потому что это реальный человек, потому что это памятник с большой историей. В этом году, 30 августа, памятник известному казанскому благотворителю Азгату Галимзянову отметит свой уже десятый день рождения. Он появился в городе еще при жизни благотворителя. Уникальный случай в истории. Но мы не будем сегодня рассказывать о том, как это стало возможным. Об этом вполне может узнать детально любой турист. А вот о том, чего он узнать не может, и что ему ни под каким предлогом показывать не станут, вот об этом нам бы и хотелось сегодня рассказать. Михаил Любимов впервые побывал там, куда не ступает сегодня нога туриста. Размеры неблагодарности часто никак не соотносятся с размерами оказанного благодеяния. Карл Краус, австрийский писатель. Памятники ставят королян, но рядом с именем величественной особой упоминают имя автора монумента. Так становятся великими и те, и другие. Веками этот способ войти в историю был предпочтительным для человека из низов. Вот только в случае с этим памятником все получилось ровно наоборот. Его автор, имя которого мы и видим здесь, не имел ни малейшей потребности в обретении славы, несмотря на то, что тоже был увековечен таким образом, ибо на благодарность способны лишь великие. Увы, общество посчитало, что его наконец избавили от снедающего его изнутри чувства неблагодарности, чувства стыда за неотплаченное благодеяние. Здесь так и написано. Лучшему из нас. И только с годами мы с вами начинаем понимать, что это очень верные слова. Казалось бы, мы отдали этому человеку, о котором уже давно ничего не нужно рассказывать, все возможные почести. Но, как это ни удивительно, но, наверное, лучшее место в городе, где можно было бы установить памятник этому человеку, находится даже не здесь, оно в паре километров отсюда. И именно в этом самом месте мы с вами и начнем понимать многое об этом человеке. Именно в этом самом месте мы начнем понимать и многое о нас. Почему он лучше нас? Мусор, хлам, бутылки, пакеты, стеклянные бутылки, поддоны все равно валяются, и территория очень неухоженная, окна заколоченные, образовалось почему-то озеро. Откуда взялась эта вода? Ее не было при жизни благотворителя. Учитель истории одной из казанских школ Кадрия Нигматулина, совершавшая со своими учениками традиционный обход городских дворов в поисках нелегальных и злокачественных мусорных свалок, набрела на этот дом несколько дней тому назад совершенно случайно. Собственно, именно эти кучи чьих-то отбросов и привлекли внимание. А затем перед глазами встал дом. И припомнились вдруг и все эти дворовые постройки. И донесся, наконец, словно из прошлого, этот звук, пролегающий за забором железки. И она вспомнила. Она уже бывала в этом дворе. Она приходила сюда с детьми с такими же своими учениками. Приходила к единственному обитателю этого барака на улице Межлаука в центре Казани у колхозного рынка, благотворителю Асгату Галимзянову. Именно здесь, в этом ветхом строении, безо всяких удобств, и жил с незапамятных времен самый счастливый, по его признанию, человек на свете. Здесь его не стало два года назад. Вместе с человеком умер и дом, остановилось сердце дома. В таком состоянии в тысячелетнем городе такого объекта быть не должно. Не знаю, мне кажется, что это вот... Можно даже завести такую рубрику «Позор города Казани». Я бы поставила, наверное, вот это вот в число пяти объектов «Позор города Казани». Такого быть не должно. Мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы место, барак, в котором проживал наш всеверно известный благотворитель, чтобы этот барак привели в хорошее состояние. Возможно, чтобы это был новый экскурсионный объект, чтобы туристы с Кремлевской площади, с ярмарочной площади от памятника прямиком на автобусе приезжали сюда, чтобы видели вот эту разницу, в какой... каким скромным жил, каким скромным был этот человек. Изнутри дом обветшал еще заметнее. Если аккуратно и почти на ощупь пройтись по тому, что осталось от первого этажа и подняться по давно уже небезопасной лестнице на второй этаж, где и жил почетный житель Казани и орденоносец Азгат Галимзянов, можно добраться до коридорной двери, слава богу, запертой все эти два года. Иначе мы бы не увидели сегодня то, что еще здесь осталось, но мы увидим. Эту дверь в тайники нашей души нам откроет дочь Азгата Галимзянова, Ляля Азгатова. Она предпочла бы не смотреть на все это. Да и мы бы с вами предпочли, если б знали заранее. Стыд, чувство стыда, оно буквально душит уже с порога. Ну, какие у вас чувства, когда вы сюда приходите? Ой, сердце кровью обливается. Сердце кровью обливается, честно скажу. Вам бы хотелось услышать какой-то ответ, да? Хотелось бы услышать, что нам со всем этим делать, да, чтобы осталась память моего папы. Здесь почти ничего не тронуто за последние два года, вплоть до чашек и сахарницы на столе. В шкафах по-прежнему пылится одежда. На стене, на полу, на гнилых уже диванах и кроватях все так же пылятся его дипломы, грамоты, расписки, благодарности, счета, квитанции, выписки и многочисленные личные вещи. Родственники просто не знают, что со всем этим делать. Они не прикасаются к этим практически музейным экспонатам, потому что хорошо осознают, что память об этом человеке принадлежит не им, а дни. я правильно понимаю, что вы здесь сейчас ничего не трогаете? Нет, ничего не трогаю. Сложно как-то взять вот сейчас. Ничего не трогаю. и вот это все выгодно. Да, совершенно верно. Это память, память моего папы. Вот мы с вами стоим, буквально, вот, вот, вот он чайник, да, ведь это тот самый чайник, выкидывать его, но жалко, нам не простят с вами это потомки. Даже то, что мы видим на полу и называем здесь мусором, тоже сложно выгребать, потому что это тоже все. Но вы, наверное, так и не понимаете, что с этим делать. Дочь Азгаты Галимзянова, владеющая ключами от дома, не имеет представления о том, владеет ли она самим домом, этими несколькими комнатами на втором этаже, например. Говорят, территорию вокруг этого барака уже приобрело некое частное, впрочем, довольно известное лицо, предпочитающее вкладывать деньги именно в центральные части города. Если так, то судьба дома незавидна. И, возможно, это наше последнее путешествие по волнам нашей памяти. Вспомнит ли кто-нибудь об этом месте, об этом лучшем на свете памятнике, благотворителю, отдававшему, как мы видим здесь, не лишнее, а последнее, не ожидавшему почести и наград, а потому, наверное, и лучшему из нас. на мой взгляд, мы, конечно, не можем просто так его стереть с лица земли, как это происходило неоднократно. Мне кажется, что его в любом случае надо сохранить как объект, который будет нам напоминать об этом удивительном человеке, да, он первый, это как арт-объект, да, но он должен быть живой. Что значит живой? Это значит, должен найтись человек, который бы этот бизнес бы развил, и тогда бы эта территория, в нее можно было вдохнуть новую жизнь, именно привести в порядок это здание, эту территорию, сделать какую-то агроферму городскую, да. Размеры нашей неблагодарности часто никак не соотносится с размерами оказанного благодеяния, но мир, как мы видим, он по-прежнему не без добрых людей. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Роман Безменов. Семь дней. Мы продолжим программу через пару минут, смотрите после рекламы. Великий праздник для всех мусульман, как отметили у Роза Байрэм в татарских селах. В понедельник Рустам Миниханов с рабочим визитом посетил Германию. Президент принял участие в международной выставке конгрессии нефтехимического и химического оборудования, биотехнологии и технологии защиты окружающей среды. Сегодня самый главный праздник нашей страны День России. Этот праздник отмечает вся страна успехами, достижениями, новыми открытыми объектами. Об этом во вторник заявил Рустам Миниханов. Праздничный концерт прошел в Казани на площадке перед центром семьи Казан. В четверг в губернаторском дворце Казанского Кремля Рустам Миниханов встретился с чемпионкой 23-х зимних Олимпийских игр 2018 года в Псхинхане Алиной Загитовой. Рустам Миниханов поздравил Алину с ее заслуженной победой. В пятницу Рустам Миниханов принял участие в праздничном богослужении, посвященном одному из главных мусульманских праздников «Ураза Байраму». Торжественную проповедь и намаз в Галеевской мечети Казани провел муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. В пятницу Рустам Миниханов в Казанском Кремле встретился с президентом Казахстана. Нурсултан Назарбаев вручил Рустаму Миниханову орден Дустык «Дружба» в первой степени высшую награду Казахстана для иностранных граждан. А в этот же день Нурсултан Назарбаев встретился и с государственным советником Татарстана. Минтимир Шаймеев представил экспозицию, посвященную восьмилетней деятельности фонда по возрождению древнего города Болгар и острова Града-Свияжск. Продолжаем семь дней и продолжаем программу еще одной злободневной темой. На этой неделе депутатам Госсовета Татарстана был представлен проект нового генерального плана Казани до 2035 года. Работу над документом начали еще в 2014-м. Депутаты концепцию нового генплана поддержали, но вот у населения Казани и близлежащих поселков по новому документу пока остается немало вопросов. И в первую очередь это вопросы по строительству дорог, которые предусматривают снос домов. На протяжении нескольких месяцев жители населенных пунктов отстаивали свои права, устраивали митинги и посещали публичные слушания в надежде, что их услышат. За развитием событий следила и наш корреспондент Зарина Ахметова. Вот с этого места начинают сносить дома. Вся улица здесь сносится. На защиту своих крепостей они вышли практически всем поселкам. О том, что в новом генеральном плане предусмотрена четырехполосная дорога, которая пройдет по крышам их домов, жители Нагорного узнали только в конце мая. Причем совершенно случайно. Мне позвонила соседка, она была на каком-то собрании очередном здесь, о котором никто ничего не говорил, в принципе. Сказала, ваши дома под нож. Я говорю, в смысле, какой нож, о чем вы вообще говорите? Когда она мне разъяснила ситуацию, это был шок. Через улицу Дубровка, затем на Дорожную и далее в сторону поселка Абудаби. По такому маршруту должна была пройти новая трасса в Нагорном или, как ее называют разработчики, проезд один. По мнению специалистов, дорога нужна городу, чтобы улучшить транспортную доступность, логистику, избавить улицы от автомобильных пробок. Местные жители в большинстве своем это, конечно, понимают, но ведь в их конкретном случае это будет не дорога жизни, а скорее дорога смерти, дорога, которая лишит их крова. С дрожью в голосе и со слезами на глазах. Как можно сдержать эмоции, когда на кону уклад жизни в родном поселке, сложившейся за многие десятилетия. Большинство местных жителей на благоустройство своих домов трудились годами и даже поколениями. Кроме того, у многих на руках документы, которые подтверждают их права на собственность. Люди уверены, что в таком случае их не могут снести просто так. От 29 июня 1999 года Новая Сосновка, Карьер, Большие Клыки, Салмычи, Вознесение, Вишневка и Нагорный. Проект нового генерального плана города вызвал шоковую реакцию у казанцев и жителей близлежащих поселков. На публичных слушаниях залы пестрели плакатами с надписями «Не дадим снести наши дома». Основной принцип нового документа, по словам разработчиков, это гармоничное развитие всех зон города. К 2035 году планируется увеличить территорию зеленых насаждений на 12%, развивать электротранспорт и построить дополнительные объекты социального обслуживания. Но больше всего людей беспокоил именно вопрос развития дорожной сети, которая, судя по этой схеме, пронизывает город как сосудистая система человека. Вишневке по генплану, который, значит, мы имеем на руках, подлежит сносу по красным линиям 120 примерно домов. Если судить по схеме, то к 25-му году указатель превратится в город-сад. А мы в этом саду будем жить. А если слушать поднимательные комментарии господина Григорьева к этой схеме, то получается половина зеленой зоны будет заклада под асфальт. Обеспокоенное население всеми силами пыталось повлиять на решения разработчиков и архитекторов. Новые предложения поступали практически на каждом собрании. Кто-то говорил о возможности разгрузить улицы за счет строительства новых веток метро. А кто-то и вовсе в открытую заявлял, что новые дороги не нужны. На это руководитель группы разработчиков отвечал. Они имеют стратегическое значение для города. Предусматривается вот такая вылетная магистраль вдоль железной дороги, ведущая из центра сюда в сторону Дербышек и Высокой горы. И она, собственно, призвана разгрузить улицу Мира. И несколько вот таких вот широтных связей, которые связывают периферию Востока с периферией Севера. Две таких связи вы видите, они обязательно необходимы. Иначе весь поток с Востока у нас в Заречье идет через мосты, через Казанку действующие. И полностью они у нас по нашим расчетам встают к 2025 году. Объединившись под общим флагом своей позиции, Рьян отстаивали представители поселка Нагорный. Бессонные ночи работа с бумагами, встречи и разработка альтернативных вариантов принесли результат. Разработчики учли их доводы. Дома остаются на своих местах. Дорогу они выносят из нашего поселка. У нас было предложение эту дорогу провести ближе к М7, возможно, даже по ней или за ней, чтобы по минимуму затрагивать жилые массивы. Предложим имя, вариант он не такой, то есть он выходит из нашего поселка, но при этом затрагивает немножко поселок, какие дербышки. Почему в принципе возникают такие ситуации? Можно ли их избежать? С одной стороны можно и нужно понять позицию города, улучшение транспортной инфраструктуры в интересах всех казанцев. Это их работа убеждать, разъяснять, что иногда нужно поступиться личными интересами ради блага общественного. Прямо скажем, работа неблагодарная. Но всегда ли есть необходимость так испытывать нервы людей? Ведь это не их вина, а их беда, что генеральный план Казани на бумаге и на практике это, как говорят, две большие разницы. Вот схема, сравнивающая действующий генплан 2007 года и новый предлагаемый проект. Красным обозначены проектные предложения новых дорог, а фиолетовые линии обозначают совпадение непостроенных дорог, проектных предложений и действующего генплана. Получается, что часть магистрали была заложена еще больше десяти лет назад. Но где они на практике? Действительно, у нас есть дороги, как, например, в карьере. Я уже, конечно, рассказывала, и больно об этом говорить. Но действительно, дорога в карьере предусматривалась еще в генеральном плане 1969 года. Она также предусматривалась в генеральном плане 2007 года. Возможно, притворить в жизнь новый генплан, не задев чьих-то интересов, сложно. Почти невозможно. Особенно, если учесть, что земли в некоторых поселках, по словам архитекторов, являются самозахватом. Как, например, это произошло в Новой Сосновке. Что же касается собственников с документами, то для них существует порядок, предусмотренный законодательством России. Когда решение принято и получено финансирование уже на строительство дорог, разрабатывается очень детальный проект. Когда проект разработан, разрабатывается проект планировки так называемого объекта, который позволяет установить красные линии и дает нам законное основание изымать собственность и участки у собственников. Порядок изъятия предусмотрен законодательство Российской Федерации, предусмотрен выкуп, причем выкуп по справедливости не по кадастровой стоимости, а по рыночной стоимости. Генеральный план дает людям возможность понять, в какой зоне находится объект, где строить можно, а где нельзя. Поэтому при покупке участка иметь в виду этот документ необходимо. Пока дать гарантии, что ни один частный коттедж не пострадает, архитекторы не берутся. Работа над генеральным планом продолжается. В процессе постараются учесть все пожелания жителей. Окончательный вариант документа появится только ближе к концу июля, а осенью он должен быть утвержден Казгордумой. Зарина Ахметова и Андрей Мохов семь дней. Эта неделя стала поистине праздничной для Татарстана Казани всей России. Открыли череду праздничных мероприятий, как известно, торжества по случаю Дня России, который страна отметила 12 июня. А в эту пятницу 15 июня мусульмане отметили один из самых светлых и значимых праздников Ураза Байрам. Это священный для верующих день и официальный выходной для жителей Татарстана. Ураза Байрам праздник разговения. Если говорить проще, это день окончания поста в священный месяц Рамадан. Ильзира Юзаева расскажет, как этот великий праздник отметили в селах республики. В деревне Старой Киазлы Аксубаевского района проживают тысячи человек. Все эти тысячи человек себя считают правоверными мусульманами. Здесь нет ни одного иноверца или же атеиста. И эта деревня испокон веков считалась центром религиозного просвещения района. Здесь до сих пор работают три мечети и у каждой из них есть свой хазрат и свой приход. А такие большие праздники, как Ураза Байрам, здесь отмечают с особым смыслом. Старые Киазлы возможно одна из немногих татарских деревень в округе, где сохранился этот старинный религиозный обряд. Ранним утром мужчины шествуют по улице в сторону мечети, возвышая имя Аллаха. Это одна из трех мечетей в деревне, которая имеет древнюю историю. Здание было перестроено сравнительно недавно, в 96-м году, но само место храма для жителей имеет особое значение. В семье Шакировых девять сыновей. Их отец 30 лет именно здесь служил хазратом. Сыновья вспоминают, что даже в годы сурового атеизма, несмотря на все запреты, эта мечеть продолжала работать. В деревне не сносили минареты, а жители, не боясь преследований, оставались верны своей религии. то ли село спасло религию, то ли религия спасла это село. Но даже спустя века здесь все так же чтут традиции предков, те, что им передавались от одного поколения другому. После праздничной молитвы все верующие направляются в сторону деревенского кладбища. Почтить память предков праздник Ураза-Байрам это одна из самых главных здешних традиций. Все мусульмане сходятся в одном месте, там, где захоронен один из самых почитаемых в деревне святых. Именно здесь произносится всеобщая молитва за упокоение души. Человек по имени Абдальсаттар здесь был похоронен в 1875 году. Он был очень образованным и религиозным. Абдальсаттар Бабай был не просто местным хазратом. Именно его деянием приписывают необъяснимые явления. Он помогал бедным и обездоленным, излечивал людей молитвой. Его при жизни называли святым. И даже после смерти местные жители верят, что место его захоронения обладает чудодейственной силой. И даже шиерли киши лэрдэ, сырхагулы киши лэрдэ алып келэлэрдэ мэнашушу атаған идем дэйлэр. Мэна эллэ кайларда гэна жирмэсин лэр, кайларда гэна болмасын лэр, кайталар да. Гапты саттар баба атаған идем и мэнашуш нардан файдасы файдасын көрэлдэ. Мэна кэлэгэсин мэнда кэлэгэн дээ нэнди хисэлэр кишэрэссиз? Мэнда кэлэгэш үзі бэр рэхайд. Рэхайд. Мэнда біздэн энкээ 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 эндэ Мэнэ біздэ өпамэн кэмэлгээн Мэнэ Шан Кэрээн дэ өлээ 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 Еще одна немаловажна деталь. В этой деревне женщины на кладбище не ходят вообще. Смотреть за могилами усопших это исключительно мужская прерогатива. Вообще у местных мусульман четкое разделение обязанностей. Женщины Вураза Байрам остаются дома, готовят праздничный стол и встречают гостей. По традиции в каждом доме каждая хозяйка ранним утром должна испечь праздничные блины. Или, как говорят здесь, зажечь сковородку. По-татарски это звучит как таба и санчагару. Это тоже своеобразный религиозный обряд у татар, которые первым делом на Ураза Байрам пекут именно блины. Возможно, эта традиция связана с тем, что блины – это самое вкусное и сравнительно малозатратное угощение. Ведь известно, что в старину в деревнях люди жили небогато, скромно и без особых изысков. Конечно, современные столы на Уразу Байрам ломятся от язв. Но главная деталь праздника все-таки осталась. Дети ждут подарков, как и на Новый год. И очень рады, что все-таки знают, почитают эти праздники. Скажите, а у вас Ураза Байрам с детства с чем ассоциируется? Ну вот я сама родом из Австрахани. И у нас в праздники мусульманские дети ходили по дворам, и деньги собирали как-то. И мы ждали его, что наряды обычно покупали нам родители. И гости, очень много гостей приходил, всегда накрытый стол. В Аксубаевском районе действует 28 мечетей. В главной мечети района каждый год именно в Уразу Байрам собирают самых маленьких жителей. Здесь проводят детские игры, конкурсы, а угощения всем без исключения. За этот месяц и преступления меньше, и аварий меньше. Это дает свои результаты. А столько молодежи, столько детей ходят, но они здесь мечет пришли, церковь пришли, они никогда не пойдут что-то, я думаю, совершать преступление или на другой путь не станут. Особенно молодые люди, которые начали, они приходили, приходили и очень радовались. Вот, Хазрат, вот, Ураза держим, думали это тяжело, оказывается, это не так. Превосходно себя чувствуем. И вот 30 дней прошло, Рамазан прошел. Это великий наш гость, месяц Рамазан. И Аллах Азаваджалля, Субханахуа Тааля, пускай примет наши деяния, наши посты, наши молитвы. В Татарстане мы нашли очень много полезного, хорошего. Этот месяц прошел даже лучше, чем у нас, потому что такой превосходный народ. Радовались празднику не только мусульмане, но и христиане, люди всех национальностей. Ибрахим Хазрат, Куран Хафизом, то есть человеком, знающим Коран наизусть, стал в 13 лет. Он приехал из турецкого города Конья, гостил здесь весь Рамазан. Его удивительный голос звучал сегодня ранним утром во время праздничной молитвы. Праздник Ураза Байрам стал свидетельством того, что самый важный и значимый для мусульман месяц в этом году окончен. Месяц прощения, милости и отпущения грехов. Эльзира Юзаева и Роман Безменов 7 дней. В конце следующей недели Казань ожидает еще одно большое событие. 23 июня в городе пройдет как никогда грандиозный праздник Сабантуй. Как и 5 лет назад, в дни универсиады, Сабантуй примет огромное количество туристов со всего мира. А теперь представьте себя в роли гида-экскурсовода и ответьте на простой вопрос. Сможете ли вы объяснить иностранцу или даже вашим родственникам из Сургута, что представляет из себя праздник и какова его история? Это не сложные вопросы, и будьте уверены, они будут заданы. На кориде в Испании или на карнавале в Бразилии вы сами бы задавали те же самые вопросы местным жителям. И я почему-то уверен, что испанцы или бразильцы справились бы с ними лучше нашего. Да, история интересна не каждому, но уверен я еще и вот в чем. То, что вы сейчас узнаете, вполне может пригодиться вам уже через неделю. А могло бы пригодиться уже и в эти выходные, потому как вчера и сегодня Сабантуй прошел во всех районах республики. И многочисленные гости Казани еще вчера вполне могли добраться, например, до пестрецов, чтобы получить ударную дозу экзотики. Туда и отправился Михаил Любимов, который попробовал почувствовать себя иностранцем на неизвестном ему развлекательном представлении. А ведь действительно, наверное, каждый из нас ощущает себя на таком празднике, как Сабантуй, ну, практически, как иностранец. Потому что, наверное, кого не спроси, мало кто ответит вам, чего ради люди взбираются на высоченные столбы или лупят друг друга мешками, сидя на бревне. Мы, конечно, понимаем, зачем это делают наши современники. Это весело, это интересно, это состязательно. Но, скорее всего, наши предки ведь придумали все эти обычаи не с таким веселым выражением лица, а вот с каким они все это придумали, мы надеемся узнать сегодня у нашего путеводителя по празднику Сабантуй. Я хочу представить это Фанзеля Хакимовна Завгарова, руководитель Центра развития традиционной культуры Республики Татарстан. С праздником вас! С праздником вас! Фанзеля Хакимовна, я должен сразу признаться перед телезрителями, что я знаю немножко сегодня больше, чем то, что я знал вчера. Поэтому давайте начнем с самого неожиданного и с самого главного, может быть, даже. Ведь это не совсем праздник плуга, и это не совсем праздник окончания посевной, а скорее ее даже начало, ведь так, было раньше. У всех народов, которые возделывают землю, у всех есть такой же праздник, который обращен к Всевышнему, тогда, если это было Тангре, а сейчас уже мы говорим Аллах, чтобы он одарил людей земли хорошей погодой, чтобы земля вовремя поспевала, чтобы... Хорошей погодой именно перед началом. Да, перед началом. И, конечно, чем больше мы говорим и просим благосклонности, тем увереннее было, что те зернышки, которых вот сейчас вот мы положим, вот завтра, послезавтра положим, а Всевышний сделает все так, чтобы ветра были правильные, то есть теплые, что они вовремя приносили тучи, чтобы дожди были, а солнце светило. А вот та сакральная, мифологическая и календарная составляющая, они отошли. И в 60-е годы коммунистическая партия, идеологический отдел, это был один из самых серьезнейших отделов, в данном случае республике. Постановил, что это праздник окончания поселения. Мы должны регламентировать весь процесс проведения Сабантуя, что Сабантуя, он должен проводиться, когда мы все посевные работы завершили, у нас есть выдающийся батыр, не ниже батыра, кряш. Это был некий вот инструмент, вот сегодня мы это тоже видим. Я не скажу, что это плохо, наверно, это тоже в какой-то степени правильно, потому что мы уже не теми представлениями не живем. Вот интересная штука, мы смотрим на человека, который карабкается по этому столбу, мы, зрители, и видим просто человека, который как-то хочет выиграть какой-то некий приз. А специалист видит историю в этом, да? Ну, во-первых, мы должны понимать, что татар это потомки кочевников, это тюрко-татарские степи. А лазание на вертикальный столб, мы должны представлять, что это дозорное, коммуникативное, то есть это система коммуникации, потому что достаточно большие расстояния, надо было информацию донести. Я, например, уже начинаю понимать, что такое битье мешками друг друга, сидя на бревне. Кажется, что это вот что-то из новенького, но на самом деле я воспринимаю это бревно как лошадь, я прав. Вы правы абсолютно, но это в таком современной подаче это некий тренировочный станок для подготовки воинов, всадников. Когда мы бьем мешками, мы подразумеваем, это надо сбить всадника противника. Это все древние традиции опять. Это все древние традиции, которые связаны, где на Сабантуе определяли, и Сабантуе был механизмом подготовки защитников рода. Практически формула-1 Сабантует, конечно, скачки. Я, поскольку уже немножко этнограф Фензе Ахакин, я, наверное, догадываюсь, что это не 19-й, не 18-й, не 17-й, даже не 10-й век. Это как раз из древних, из самых древних традиций именно Сабантуи. преодоление огроменных, по современным этим, если исчислениям посмотреть, километражей, это были достаточно, это были очень большие расстояния, потому что народное население было не такое. У рода кочевые территории были достаточно большими. Это во-первых. Любой навык, о котором мы говорим, он был жизненно важен в то время, конечно. Конь и мужчина это единое целое, поэтому детей с 6-летнего, с 4-летнего возраста уже сажали на коня. Мы наблюдаем один из важнейших, видимо, навыков тогда для людей, которые жили до нас за столетия до нас. Что под собой подразумевает Батыр? Во-первых, Батыр это лицо рода. Это человек единственный вот на этот период, который победил всех ловкостью, силой, умением. А для того, чтобы это было правильно, были тогда еще созданы правила. Причем, для чего это надо было? Это надо было найти среди соплеменников самых сильных. Их надо было воспитывать. Поэтому борьба начинается всегда на Сабантуе с маленьких, с пацанов. Да, но мы с вами чуть не забыли еще об одном важном персонаже, который присутствует здесь постоянно. Это Баран. И он, конечно, священен, да? Ну, может быть, не сегодня, но вчера точно был священен. Это очень древняя, опять-таки, наша тюркская традиция. Это колыбель тюркских народов. Только в Саянах и Белухе, это алтайские края, это на Алтай живут животные, которые самые, то есть те, которые живут на самом верху. Поближе к Богу, в смысле? Поближе к Тенгре, поближе к небу. Это горные бараны. А вот Батыра, те древние традиции, именно даривали тем, что вот он достоин, он такого подарка, он уже стал ближе к Тенгре. Спасибо вам, что мы провели этот праздник с вами. Мы сегодня весь день веселились, но стали немножко серьезнее и стали немножко задумываться над тем, что мы видим и понимать, откуда есть пошла, что называется, вся эта традиция. Спасибо огромное за великолепную экскурсию. Спасибо. Михаил Любимов, Камит Шамсеев и Фанзеля Завгарова «Семь дней». Это все на сегодня. С вами была программа «Семь дней». Я Тимур Бекмурзин. Всех с прошедшими праздниками добра, счастья, здоровья. Всего вам самого наилучшего. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшие семь дней в студии Лейлы Латыпова. На следующей неделе ожидается значительное потепление. И по данным сервиса «Яндекс.Погода» на северо-востоке республики всю неделю будет теплая погода. Днем до 24 градусов. Местами возможен дождь. На юго-востоке дневные температуры не опустятся ниже 23-градусной отметки. В основном будет солнечно. Временами также пройдут дожди. Долгожданное тепло и в центральных районах республики. Тут днем до плюс 25. Ночные температуры также повысились до 15 градусов. На юго-западе республики местами будут наблюдаться осадки. В начале недели до плюс 26. К концу недели температура немного понизится до 23 градусов. На северо-западе республики и в Казани ожидается значительное потепление. Конец июня, как-никак. Днем 24 градуса тепла, ночью плюс 16. Временами с дождем. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова